Приветствую вас. Я бы хотел, конечно, для начала, наверное, уточнить, куда вы задаете вопрос, кому, каким специалистам вы задаете свой вопрос, потому что, ну вот, не совсем сейчас понятно, кому отрисован ваш текст. То есть, если, например, психологам, то это один момент, если психологам, если эзотерикам, да, то другой момент, просто потому что разное направление, у специалистов. Вот. У эзотериков есть свой взгляд на эти вещи, которые вы описываете. Вот. У эзотериков есть свои представления. У психологов есть ответ на свои представления, ну и, в общем, как бы, наверное, сначала нужно все-таки как-то определить, то ответ, кого вы хотите вообще получить. Вот. Это такой момент. Дальше. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы до вас донести. Значит, вы пишите, у меня мама в крайне тяжелом состоянии, в реанимации, в реанимации, отек легких, сопутствующих диагнозы, большой вес, сервиз, сахар, давление, ей 68 лет. Ну, по описанию вашему, получается так, что мама, она, к этому состоянию, вот, именно, ну, именно к этому состоянию, да, пришла. Сама. Вот. То есть, ваша мама, она сама себя привела к этому состоянию, вот, с тем, что не заботилась о себе, с тем, что не беспокоилась о своем здоровье, с тем, что... Ну, вес, опять же, у нее излишний, да, то есть, как бы, все это, как будто, вот, ее не волновало до поры до времени. Вот. И, конечно, вы понимаете, что мама ваша сейчас, она просто может не справиться, просто может не справиться, с тем, что... Кхм-хм-хм-хм-хм, случилось с ней. То есть, просто может не выкарабкать, может не выдрыгать, потому что она сейчас 68 лет, ну, это... Вот, возраст достаточно серьезный, да, и такое тяжелое заболевание, тем более, что у нее в куче всего, оно дает ощущение, что она может, в общем-то, не выжить, она может, в общем-то, не выжить. И, ну, мне кажется, что, вы это знаете, мне кажется, что, как бы, здравый смысл вам, он подсказывает то, что это так, то, что это вот такая история, примерно. Вот, и на мой взгляд, на мой взгляд, вам эти мысли нужны, потому что у вас есть какие-то желания, нет, я не хочу сказать, что вы желаете своей мамы смерти, ни в коем случае не хочу сказать, что вы хотите ее смерти, вот, но я думаю, что есть причины, есть причины, есть причины, по которым вы так ходите, по которым вы так думаете, есть причины, по которым вы эти мысли проигрываете в голове, и, на мой взгляд, ну, лучшее, лучшее, что вы можете сделать, это позволить себе эти мысли прощевать, раз уж они у вас есть, то есть я лично не вижу в этом ничего плохого, в том, что вы об этом думаете. Вот, то есть, ну, если у вас есть такие мысли, ну, если у вас имеется такие мысли, ну, что с этим поделать, вот. Другое дело, в каком контексте вы думаете об хранат, имуществе, поминках и деньгах? Кристи-кристи. В каком контексте? Если вы хотите все это получить, это одно дело. Если вас это все напрягает, если вас все это создает какое-то вот, ну, какое-то ощущение негативное, да, то есть ощущение, например, ну, что вот это какие-то лишние хлопоты, да, вам. Ну, то это совсем другая история. Совсем другая история. Вот. И мне кажется, что, ну, нужно, нужно, нужно поисследовать этот момент в любом случае, да. Просто постараться понять, как и что произошло. Вот. Мне кажется, что, в общем-то, будет очень полезно. Потому что, может, может быть, вы чего-то все-таки для себя хотите, может быть, вам все-все-все-все-таки тяготит, да. Вот. Ну, банально, банально, например, тяготит, там, ваша мама, допустим, к примеру. Тяготит ваша мама, тяготит ее отношение к вам, тяготит, там, что-то еще. Вот. Так, тут, как бы, ну, что вы можете сделать, это принять, принять то, что вы ощущаете. Вот. И, приняв то, что вы ощущаете, вы увидите, зачем вам такие мысли. Вот. А далее вы пишите, значит, что со мной сказали. Допустим, это реакция на стресс и защитная реакция. Такая. То есть, то есть, такое вполне может быть. Зачем мне такие мысли ужасные? Ну, тут, может быть, психологическая игра, разве это не ужасно? Почитайте в интернете об этой игре. Молиться о здравии нужно, верить в лучшее, поддерживать близких. Причем здесь это не очень, если честно, Кристина, я понимаю, потому что, ну, молиться нужно в том случае, если у вас есть потребность. Если у вас есть внутренняя потребность к тому, чтобы молиться, если вы хотите помолиться, то, конечно, нужно. Если такой потребности нет, то, молиться, ну, никакого смысла вообще практического вам, на мой взгляд, не принесет. Ничего хорошего вы затворили себя не вынесете. Вот. Это такой аспект, такая история. Вот. Что касается верить в лучшее, ну, опять же, понимаете, верить в лучшее, это некая такая оторванность от реальности с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Потому что, ну, что значит верить в лучшее? Как можно верить в лучшее, если есть мама, которая сейчас плохо, которая сейчас переживает серьезные проблемы с здоровьем, да? И о каком вообще, о какой вере в лучшее вы говорите? То есть, ну, это, не знаю, это какой-то уход от реальности получается. Я не думаю, что это прям хорошая такая идея. Вот. С вашей, по крайней мере, стороны, я не думаю, что это хорошая прямая идея. Я не думаю, что, опять же, поддержка, ну, поддержка ваших родных, да, поддержка ваших родных будет иметь, ну, будет иметь место, скажем так, искренне, искренне. То есть, будет искренне воспринято вашими близкими, если вы будете это делать через силу. То есть, если вы не хотите, если вы не хотите этого делать, вот, то, ну, а зачем? Ну, вот, ну, вот, просто, просто серьезно, ну, для чего? В таком случае вам, просто, вот, поддерживать. То есть, чтобы, чтобы что, да? Вот. Ну, мне кажется, мне кажется, это такой очень, очень важный момент. Именно, именно, вот, момент, связанный с вами и с вашим отношением. Вот. Потому что происходит, потому что происходит. Потому что это происходит, мы с ними думаем. Вот. То есть, вот, в принципе, так. В принципе, такой ответ я могу вам дать. То есть, я понимаю, что у вас сейчас стресс, значит, вам сейчас тяжело. Я сейчас вам не по себе, я прекрасно понимаю. Вот, я понимаю, что вы вынуждены, вынуждены думать о будущем. Потому что, возможно, за вас никто об этом не подумает, да. И вполне может быть, что вы просто, ну, просто мыслите наперед. И вполне вероятно, что вы просто хотите предусмотреть те, ну, те варианты, которые могут быть, вот. Понимаете, какие-то, понимаете, какая стора, какая стора. Вот. Вот, в принципе, в принципе, такой ответ. Мне кажется, вам можно отдать с точки зрения психотерапии, ну, профессиональной, с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо.